Всем привет! Вы на канале SetDecastRest, меня зовут Максим, и в этом видео мы поговорим с вами про псевдоклассы Is и Where. Псевдоклассы эти позволяют попроще немножко писать код, как кажется, и давайте разберемся, как именно это работает. Напомню сначала, что псевдокласс — это специальная такая настройка над обычным селектором, которая позволяет как-то расширить его функционал. В данном случае у нас наши псевдоклассы Is и Where позволят просто проще написать CSS, ну, по крайней мере, как кажется проще. Итак, что он может делать у нас, соответственно, Is и Where. На самом деле они очень похожи, поэтому они идут вместе, но сейчас я объясню, в чем разница. Итак, мы, допустим, хотели бы написать для h1 background красный и для p background красный. Вот, как бы мы писали это просто без всяких там псевдоклассов, да? Обычные два селектора, ничего сложного. Вот, просто через ложность обращаемся к блоку, в нем находим h1 и, в общем-то, все. Да, это работает, действительно, здесь все в порядке, но есть нюанс в том, что если их селекторов будет множество, да, нам придется постоянно им что-то писать. Мы сейчас не рассмотрим возможность того, что может быть БМ, да, того, что мы можем класс каждому элементу задать с нужным цветом. Мы просто смотрим вот на то, что вот нам в этой ситуации понадобилось задать всем элементам разным какой-то стиль. Можно с помощью Is и Where описать это проще. То есть как? Мы можем написать блок Is и написать, что здесь h1 и p и background color red. Давайте это закомментирую. И по факту мы получаем то же самое. То есть мы просто сокращаем селектор. Мы пишем, что в блоке у нас есть h1 и p, к ним обращаемся и даем им background. В общем-то, так работает этот селектор очень просто. Есть еще какие-то там вещи, которые может этот селектор, но по мне самое важное, что он умеет, это группировка. Больше, в принципе, он для чего не нужен, поэтому это самое-самое важное. Но есть еще нюанс такой, как where. То же делает where. На самом деле, where делает то же самое. where h1p. Если написать через where, будет то же самое, один в один. Ничего не поменяется. Единственный нюанс и отличие Is и Where между собой в том, что where не имеет специфичности, а Is имеет. Что это значит? Это значит, что если нам по какой-то причине нужно, чтобы where не перебивал то, что написано, допустим, этому правилу где-то выше в коде, мы можем это сделать. То есть, например, для блока h1 я пишу background-color. Давайте сначала вот это на меня на Is, чтобы вы понимали разницу. Background-color, допустим, будет blue. И мы видим, что это не работает, потому что, ну, естественно, селектор написан ниже, он перебивает то, что написано выше. Логично? Логично. Но если я напишу здесь where, мой код сработает. Все потому что where имеет нулевую специфичность. И даже если код написан выше, чем where, все равно он будет перебивать where, потому что, опять же, у where специфичность нулевая. У вложенности она есть, у этого селектора ее по факту нет. Ну, точнее, есть только от самой вложенности. И, в принципе, получается, что верхний элемент имеет специфичность больше, поэтому он и работает. Вот такие вот два селектора. Их использование, на мой взгляд, как весь, ну, почти весь такой новый CSS довольно странное, потому что мы, как правило, не пишем вот такие вложенности и перечислять селекторы. Ну, да, прикольно, если мы обращаемся к разным классам, да, там, блок 1, блок 2 и так далее. Если мы к ним обращаемся, можно написать их через is, действительно, но это с одной стороны. С другой стороны, что нам мешает написать вот так, и что нам мешает написать, если здесь уж одинаковые стили, написать им просто какой-то общий BAM-блок. То есть, как мне кажется, когда есть BAM, вот эти штуки не очень-то и не нужны, не очень-то и полезны. Но, тем не менее, я считаю, что знать их в целом нужно. Знать их будет так или иначе полезно, что они существуют и как они работают. Поэтому, надеюсь, вам это было полезно. Немножко рассказал на эту тему. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok